Добрейшего геройского времени суток на связи Антиквар. Пора вернуться к истокам и перезаписать ролики о лучших героях каждой из фракций в нашей любимой пошаговой стратегии. Начнем с замка или касла. Сначала разберем всех примечательных героев фракции людей, а потом я назову лучшие пики для самых популярных в настоящее время шаблонов – Jebus Cross, 6LM10A, Jebus Outcast и дуэль. Сразу сделаю ремарку, что буду говорить только о тех героях, которые в настоящее время доступны для выборов в Героях Меча и Магии 3 версии Рок Бездны или Хота. Герои – не самое сильное место фракции замок, однако при этом выбор достаточный, чтобы успешно стартовать, а также играть на карте или шаблоне любого типа. Герои фракции замок делятся на два класса – это рыцари и священники. Уже из названия понятно, кто из них отвечает за меч, а кто за магию. Рыцари – это прирожденные воины и признанные лидеры, которые готовы вести за собой и вдохновлять войска личным примером. Священники – это маги от религии. Отличные врачеватели не только душевных, но и телесных ран, а также потенциально весьма неплохие волшебники. Естественно, что с получением новых уровней развиваться названные классы будут по-разному. Рыцари намного чаще получают атаку и защиту, монахи с большим удовольствием постигают силу магии и знания. Особенно ярко подобная картина проявляется у названных классов героев при прокачке со второго по девятый уровень. Начиная с десятого уровня, расхождение в вероятностях получения боевых и магических первичных навыков уменьшается. Однако, пускай в меньшей степени, но рассматриваемый перекос остается у рыцарей и священников до конца игры. Точные значения вы можете видеть в приведенной таблице. Такая же картина наблюдается и в шансах на получение боевых и магических вторичных навыков. Так, рыцарям с большей вероятностью при получении очередного уровня будут предложены баллистика, навигация, нападение, тактика, стрельба, помехи, артиллерия. Что касается священников, то у них в фаворе первая помощь, интеллект, орлиный глаз, дипломатия, грамотность, волшебство и удача. Что касается магических стихий, то с одинаковой приличной вероятностью оба класса героев из замка могут изучить магию воды. У священников также довольно неплохие шансы на получение земли и воздуха. А вот у рыцарей вероятность получения самых желанных магических стихий пониже. Если вы хотите получить максимально полную картину по шансам на прокачку тех или иных вторичных навыков, то обратитесь к справочному файлу «Физика мира героев» или «Физмик». Пришло время переключиться на персонали и разобрать достоинства и недостатки лучших рыцарей и священников. Если бы для выбора в ходе был доступен цер Мюлих или Мюлич со специализацией плюс две скорости для каждого союзного отряда, то безусловно его можно было бы считать топ-1 героем замка. Однако, какой смысл вздыхать по тому, кого нельзя выбрать? Поэтому без сожалений переворачиваем данную страницу и дальше будем говорить об актуальном. Начинаем с разбора примечательных рыцарей. Естественно, что в первую очередь в фокусе нашего внимания оказывается Валеска. Без сомнения, этот герой фракции людей обеспечивает самый высокий темп на старте партии. Объяснение здесь простое. Валеска – это единственный герой замка, который приходит на первый день игры с тремя отрядами арбалетчиков. В каждом из них может быть от 4 до 7 юнитов. Понятно, что его величество рандом никто не отменял. Однако, в среднем на первый день под командованием у Валески оказывается 15-18 арбалетчиков. Плюсуем к ним 8 арбалетчиков, нанимаемых в жилище второго уровня, которое гарантированно имеется в замке со старта партии. Чаще всего еще от 4 до 7 арбалетчиков нам принесет второй родной герои из таверны. Итого, мы получаем стартовый стрелковый стэк порядка 25-30 юнитов. На первый же день улучшаем жилище второго уровня и проводим грейд стрелков. Таким образом, в распоряжении игрока окажется неплохой отряд искусных арбалетчиков, который при грамотном использовании поможет пробивать большую часть пешеходных охран, брать небольшие объекты и другими доступными способами осваивать карту приключений. При этом следует понимать, что Валеска является именно великолепным стартером. Однако в качестве главного героя или мейна рассматривать ее не следует. Начиная за Валеску, получаем темп на старте и вылавливаем в таверне того героя, на которого будем делать ставку. Тирис. Этого рыцаря следует выделить по двум причинам. Во-первых, у нее со старта есть вторичный навык тактика, который заметно упрощает проведение боев против опасных нейтралов, в том числе стрелков, и делает более безопасным и надежным процесс захвата внешнего жилища ангелов портала славы. Во-вторых, Тирис специализируется на кавалеристах и чемпионах. Данный факт делает этого рыцаря весьма перспективным для средних и поздних стадий игры, в которых кавалерия замка зачастую становится основной ударной силой фракции людей. Орин. Специализации на стрельбе в совокупности с высоким уровнем прокачки превращают этого рыцаря в лучшего командира стрелковых отрядов всех третьих героев. Потенциально это очень весомый плюс. Однако из него же вытекают очевидные минусы. На старте Орин не дает игроку никаких бонусов и темпа. Среди фанатов тройки даже ходит такая шутка, что данный рыцарь стал бы идеальным героем для фракции башни, армия которой располагает целыми тремя стрелковыми отрядами. Сорша и Катерина. Эти рыцари являются сестрами-близнецами. Дело в том, что отличаются они друг от друга только портретами. В качестве стартера и мейна замка я предложу их для одного конкретного шаблона. Однако об этом речь пойдет дальше. Из плюсов отмечу усоршей Катерины наличие вторичного навыка нападения базовой ступени, что всегда хорошо для героев боевой направленности. Кроме того, их специализация на мечниках и крестоносцах превращает и без того не слабых юнитов четвертого уровня замка в поистине грозную силу. И наконец отмечу Беатрис. Этот рыцарь имеет уникальную специализацию на разведке. При некоторой прокачке данный герой превращается в настоящую ходячую обзорную башню. С такой Беатрис карта приключений очень быстро раскрывает игроку все свои тайны и секреты. Решайте сами, заслуживает ли подобный бонус того, чтобы рассматривать эту разведчицу в качестве стартера при игре за замок или нет. Однако не отметить этого рыцаря я просто не мог. Теперь поговорим о священниках. Благо среди этой воцерковленной братьей также есть герои, на которых стоит обратить внимание. И начинаем мы с Лоинца. Этот священник обладает уникальной и действительно сильной специализацией на заклинании молитва. Естественно, что это заклинание со старта партии есть в книжке у Лоинца. Данный герой хорош в поздних стадиях игры, особенно на кастомных картах в игре против компьютера. А вот его выбор в ПВП является спорным из-за наличия следующих слабых сторон. Во-первых, этот священник не прибавляет темпа на старте партии. Во-вторых, дефолтная обучаемость среди вторичных навыков существенно портит картину. Причем не только в начале игры, но и в лейте. Действительно, при полной прокачке у Лоинца гарантированно будет на один полезный вторичный навык меньше, чем у героев оппонента. В-третьих, для того, чтобы специализация Лоинца была максимально эффективной и полезной, ему нужно поймать и прокачать до экспертного уровня магию воды. А это также требует времени, ресурсов и учитывая не самые весомые боевые способности священника изрядного количества войск. Да и гарантией того, что Лоинцу на одном из очередных уровней будет предложена магия воды, никто не даст. Идем дальше. Рассмотрим еще трех священников, которые могут претендовать на роль первой геройской скрипки замка. Кейтлин. Этот священник выделяется удачным сочетанием стартовых вторичных навыков и неплохой, в любом случае, полезной специализации. Помимо базовой мудрости, у этой героини есть базовый интеллект. Вторичный навык, который довольно высоко ценится при игре за героя магической направленности. При полной прокачке интеллект на 50% увеличит количество доступной маны. Специализация Кейтлин ежедневно приносит игроку 350 золотых, а при игре в третьих героев на высоких уровнях сложности деньги совершенно точно не бывают лишними. Адель. Главными достоинствами этой героини являются отнюдь не вокальные данные, как можно было бы подумать из-за имени. Прежде всего, ее выделяет присутствие дипломатии среди стартовых вторичных навыков, а также специализация на заклинании благословения. Это действительно сильный герой, когда мы говорим про оригинальные части нашей любимой пошаговой стратегии, такие как Дыхание Смерти или Сот. Однако после того, как в Хоте существенно понизили эффективность дипломатии, а также сделали присоединение нейтральных существ к армии героя платным, ценность Адель заметно снизилась. Аделаида. Помимо миловидной внешности, этого священника отличает разборчивость в учебе. Действительно, на старте партии среди вторичных навыков Аделаиды числится лишь продвинутая мудрость. Таким образом, у нее нет лишних или тем более бесполезных навыков. А значит, игрок получает возможность прокачать этого священника в полном соответствии со своими представлениями о прекрасном. Да и наличие ударной магии в книжке в виде Кольца Холода иногда также бывает полезным. И, наконец, заключительный аккорд гайда. Переходим к лучшим пикам или правильному выбору стартового героя при игре за замок на самых популярных ныне шаблонах. При игре на Jebus Cross и 6LM10A выбор будет однозначным. Это Валеска со своими верными арбалетчиками. Причины такого выбора подробно изложены выше. Если коротко, то это максимально возможный темп. При игре на Jebus Outcast версии 2.82 следует выбирать Соршу или Катерину. Для фанатов кавалерии альтернативным пиком вполне может стать Тирис. Подобный выбор обусловлен сложившейся метой, в которой предпочтение на Outcast последних версий отдается именно героям боевой направленности, а также отсутствием Валески и Беатрис. При игре на шаблоне Дуэль версии 2.69L выбирать следует между Кейтлин и Аделаидой. Ведь в случае с этим шаблоном мета находится как раз на стороне героев магической направленности. Вот и все, что я хотел рассказать в этом гайде. В завершении хочу задать каждому геройщику такой вопрос. Считаете ли вы набор героев, доступных для выборов замки, сильным или слабым? Возможно, в нем нужно что-то изменить? Свои мнения пишите в комментариях к этому ролику. Кроме того, рассказывайте, насколько вам понравился обновленный ролик по лучшим героям замка. Хотите ли вы увидеть подобные гайды по другим фракциям? За сим позвольте откланяться. Это был Антиквар, всем удачи и до встречи. Пока!